Здравствуйте, уважаемые друзья! Года 4 назад мне попался очень хороший фильм Дэйва Макфайла. Очень хороший вязальщик. И он изготавливал вот такого типа эмиджер ручейника. Я изготовил его несколько в своем варианте. И вот уже, будем говорить так, еле нашел в коробочке, чтобы вам показать. Довольно-таки уловистая приманка. Это уже побывало неоднократно в пасти рыбы разных мастей. Не пропускает практически начиная от окуня и заканчивая плотвой, красноперкой, любой рыбой. Довольно-таки удачная модель. Я ее изготавливал из подручных материалов. Поэтому давайте с вами сейчас изготовим вот такую уловистую приманочку, которую можно тоже попробовать зимой. Я взял крючок 12 номер. Граб или шримп. Довольно-таки удачные крючки. Если вам попадутся даже вот такие, а не гамакатсу, тоже можете покупать. Это не реклама. Закрепил свинец, промотал его светлой ниткой для того, чтобы не проявилось мое тело. И в качестве тела я буду использовать обыкновенную вот такую нить, которую я распустил из тесьмы. Она синтетическая, но хорошо себя ведет в воде. Достаточно красиво играет. Подхватил ее здесь. В качестве самого чехольчика, который проступает в период линьки нашего ручейника, который движется к поверхности. Я буду использовать вот такое перо охотничьего нашего фазана. Если у вас имеется пленка, которая силиконовая любых производителей, можете использовать ее. Но я буду вам показывать тот вариант, который возможен у вас при отсутствии практически всех материалов. Но вы очень сильно хотите дома изготовить. Подтягиваем, подравниваем вот так волоски. Почти, почти до середины загиба. Стараемся подровнять сразу и перышко нашего фазана. И теперь аккуратненько, так, чтобы не нарушить форму нашей мушки, подхватываем весь материал. Нитку доводим до колечка. Здесь делаем узелок и нить удаляем. Поставим крючок в удобное для себя положение. Берем нашу нить, слегка ее вот так подравниваем, чтобы не было у нас бугорков. Делаем, следим за тем, чтобы аккуратно наше перо не было подмято. Делаем один-два оборота нашей нитью. Это будет заметно. Вам будет видно, допустим, количество, сколько вы сделаете оборотов. Так как вы будете уже видеть по своей нитке, насколько она будет формировать ваше тело. Мы сразу с вами формируем. И сдерживаешь тело. Взяли наше перышко. Вот так аккуратно подхватили. Посмотрели, чтобы у нас ровненько находилось оно на спинке. Один-два оборота выполнили. Берем теперь, опять переламываем обратно. И здесь уже сколько у нас так, чтобы сформировать наше тело. Будем смотреть. Вышло у нас приблизительно три оборота. Опять наклоняем наше перо и выполняем здесь пару-тройку хороших оборотов. Выполнили. Опять переламываем наше перышко. Сделаем. Следим за тем, чтобы мы не нарушили наше тело. Так как количеством оборотов мы с вами регулируем наше, объем нашего тела. Опять взяли, берем все перышко, которое у нас есть. Наклоняем. Следим за тем, чтобы у нас наши квадратики выходили почти одинаково. И располагались у нас сверху. Закрепили. Опять переламываем наше перо. И так делаем до самой грудки. Нить можно брать акриловую. Вообще, в идеале, конечно, было бы использование антрона. Но, учитывая то, что у нас такого материала может и не быть под руками, поэтому я вам показываю один из способов, как изготовить очень красивую и уловистую приманочку. Выполнили пару-тройку оборотов. Опять наклонили. Следим за тем, чтобы наше перо находилось четко сверху. Дошли до крепления груди. И здесь крепим, если позволяет длина нити, можно закрепить сразу нашей нитью. Если, допустим, узловязом. Если не позволяет длина нити, можно, так как мы уже с вами практиковали, закрепить нашу основную нить, которой мы будем работать. И уже окончательно вот так закрепить нашу нитку. Остатки нитки удаляем. Перо не трогаем. Крючок поставим опять в удобное для нас положение. У личиночки, которая будет линять и превращаться в взрослого ручейника, уже проявляются зачатки крылышек, которые выглядят в качестве пленки. Поэтому я буду использовать вот пуховое перо. А желательно, конечно, использовать перо CDC. Поэтому, если у вас имеется перышко CDC, пожалуйста, лучше, конечно, использовать перо CDC. По вот такому небольшому пучочку я буду укладывать с одной. Подхватываем вот так. С одной стороны и с другой стороны. Вот должна выйти вот такая немножечко лохматенькая. Такая конструкция, но потом она у нас приобретет хороший нормальный вид. Учитывая то, что мы будем еще с вами формировать грудку, перышки эти я не подрезаю, не убираю никуда. То есть, они остаются у меня в таком положении. Для выравнивания я обычно беру его так, ноготочком общипываю перышко. Так же, как и с пером CDC. Для того, чтобы мне оно не мешало, я возьму слегка на мочу и уведу немножко их назад. У нимфы уже проявляются лапки, которые буквально при первом протыкании поверхностной пленочки уже их видно. Поэтому нам для того, чтобы мы изготовили лапки, которые вот уже видны у нашей нимфочки, нам понадобится совсем немножечко вот такая щепоточка пера охотничьего фазана. Крепим его под вот таким углом. Немножко снизу и назад. С одной и с другой стороны. Буквально по 5-6 бородок. В принципе, это все будет зависеть от того пера, какое качество у вас присутствует. Подхватили окончательно и оставляем пока в таком положении. Теперь нам необходимо с вами сформировать грудку. Если у вас, так как вот у меня возникла такая ситуация, а она возникает у каждого вязальщика, что у колечка находится немножко перу, которое нам мешает. Я обычно беру, увожу вот так вот все. И пару вот таких движений у меня полностью зажигалкой удаляются все ненужные. В качестве грудки мы будем использовать вот такой даббинг. Можно использовать и перо павлина. Но учитывая то, что мы тело изготавливали не из антрона, у нас мало привлекающих элементов для рыбы, мы грудку сделаем из такого даббинга. Цвет я подбираю специально под цвет павлина. И у нас вот такая пышненькая, хорошая грудочка, в которой уже видны зачатки нашего насекомого. У нас будет готово. Годится. Не доходим до колечка, буквально 2-3 миллиметра оставляем. И теперь мы делаем вот такую операцию. Так как у нас, если вы не видели, допустим, картинку, как в природе происходит, они слегка вот так вот согнуты, как бы вот так вот согнуты под небольшим углом. Поэтому выберите для себя равный вот такой загиб, как я вот так вот делаю. И мы сделаем с вами следующую операцию. удерживая вот так перо у колечка, перекидываем нашу бобину. Ничего пока не делаем. Берем с другой стороны наши перышки, следим за тем, чтобы мы не утащили другие. Также перегибаем. Вот как вы видите, вот так перегибаем. И накидываем нашу нить. Буквально под весом катушки ничего не предпринимаем. Можно дабинговой иглой. Можно, допустим, использовать ножницы, любой предмет, который у нас находится. И мы берем вот с вами одно крылышко, которое будет у нас, и начинаем его подтягивать, подравнивать. Опять берем, ставим иголочку, подравниваем. И подтаскиваем. Так, чтобы у нас все наши бородки были одинаковые. По длине. Как видно, довольно-таки удобная, приятная процедура. Вот, как видите, должно выйти приблизительно. Плохо, что соскочило. Повторим операцию. Вот у нас вышло вот так, чтобы в такой конструкции были наши крылышки. Теперь мы должны с вами опустить их немножечко вниз. Еще немножко подровняем. Подтянем. Проверим, чтобы не были сильно длинными. Соизмеримы с габаритами нашего крючка. Немножко, немножко, чтобы были больше нашей грудочки, если вы будете с чем-либо сравнивать. А нет, найдите в интернете картиночку, там довольно-таки хорошо все нарисовано. Теперь я беру, удерживаю наши перья, которые мы закрепили, проматываю здесь, окончательно им придаю уже форму. Вот так. Это не удаляем, пока оставляем. Я подготовил глазки из лески. Можно ставить, можно не ставить, так как вы сами захотите, как вам будет удобно. И теперь здесь у колечка крепим наши глазки. Восьмерочкой, как обычно. Почему я и сказал вам, пока не отрезаем, потому что если бы мы отрезали, нам неудобно было бы вот так выставлять наши глазки. Вы можете пробовать, как угодно. Я не рассказываю, как нужно. Я просто показываю, как это делаю я. А вы можете делать выводы и учиться сами на моих ошибках или же достижениях. Теперь для того, чтобы окончательно подхватить мои глазки, я здесь парочку выполняю оборотов и уже спокойно могу это все удалить. Чтобы более симпатично смотрелось мушка, нам необходимо сейчас мы опять переставим наш крючок в удобное положение. Перед колечком мы с вами должны немножечко вот так промотать. Промотали. Берем теперь наше перо, которое будет у нас покрывать наш сверху чехольчик. Слегка вот так его подтягиваем и выбираем момент, чтобы ровно-ровно-ровно не было у нас допустим перышек, чтобы ушли влево или вправо. Вот так закрепили. Сперва крепим перед глазками, переворачиваем и вот так аккуратненько замочком закрепим окончательно наше перо. Остатки удаляем. Можно выполнять закрепление как вам будет удобно, то есть много вариантов перегнули, загнули. Я пробовал по-разному, то есть здесь уже не имеет большого значения. И возьмем совсем-совсем немножечко, просто щепоточку теперь для того, чтобы скрыть. Можно подматывать, можно не подматывать. Даббинг. Совсем немножечко я беру вот такую маленькую-маленькую прядь подвожу и в районе там, где мы с вами закрепили промотали. И как обычно, чтобы не было у нас здесь скомканности материала, наносим капельку клея и окончательно уже здесь выполняем завершающий узел. Пока не торопимся выполнять, мы с вами друзья, вернее я забыл, что у нашей личиночки ручейника, которая будет вот-вот вылупляться. Есть уже явно видные усы. Я оторву две бородочки пера охотничьего фазана. По мере длину они должны быть несколько длиннее нашего тела, но соизмеримы с нашей конструкцией. хотя в природе мне попадались так, что в два раза даже были длиннее тела нашей нимфочки. Подровняем. Мы им потом с вами придадим нормальную форму, так что можете не переживать. И теперь уже окончательно здесь сделаем завершающий узел. я подровнял усы, как вы уже знаете, ноготочком или через иглу или через ножницы. И наша, как вы видите, вот такая симпатичная нимфочка ручейника, которая пробивается для того, чтобы полинять. Готова. Если какие-либо есть возможность заменить детали, материалы, пожалуйста, меняйте. В давном исполнении это уже проверено, работает довольно-таки хорошо. Зимой, скажу честно, сам не проверял, но друзья пока не жаловались. Пробуйте, пишите, рассказывайте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.